Но что-то высвободилось для многих, и Бог дал нам привилегию просто участвовать в этом. Мы согласны с небесами. Мы плывем в согласии с небом, мы идем в согласии с небом, мы идем к тебе, Иисус. В согласии с небом. Мы идем и живем в согласии с небом, мы идем 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 в согласии с небом. Мы живём, «Согласие с небом» С небом, с небом, с небом Небо, небо любит, любит нас Небо, небо любит нас Он любит нас Небо Падаем и совпадаем В гармонию с тобой падаем Падаем и совпадаем В гармонию с тобой падаем Отец Хочешь ты Пусть будет всё, как хочешь ты Отец Отец Пусть будет всё, как хочешь ты Пусть будет всё, как хочешь ты Мой отец, отец Пусть будет всё, как хочешь ты Пусть будет всё, как хочешь ты Мой отец, отец Мне хорошо в доме твоём Мне хорошо в доме твоём Я сын и пьян в доме твоём В доме твоём Я хорошо в доме твоём Я хорошо в доме твоём В доме твоём В доме твоём Я брат в доме твоём Я, брат, в доме твоём Я не чужой, я не чужой Oh, в доме твоём Я свой, я свой В доме твоём Мне хорошо, в доме твоём Мне хорошо В доме твоем, я в седине тебя В доме твоем, в доме твоем Будет цел, как хочешь ты Мой отец Мой отец Будет цел, как хочешь ты Будет цел, как хочешь ты Мой отец В доме твоем Нет больше радости, чем быть в доме твоем Нет больше радости, чем быть в доме твоем Мой отец Мой отец Нет больше радости, чем быть в доме твоем Нет больше радости, чем быть в доме твоем Райде, но хватит Мой отец Нет больше радости, чем быть в доме твоем Нет больше радости, чем быть в доме твоем Мой отец Мой отец Мой отец Мне хорошо В доме твоем Мне хорошо В доме твоем Мне хорошо Мой отец Пусть будет цел, как хочешь ты Отец Пусть будет цел, как хочешь ты Твой небесный проект, небесный проект. Я у папы молодец, я у папы молодец, я у папы молодец. Я у папы молодец, я у папы молодец, я у папы молодец. Ты тоже молодец, ты тоже молодец. И мы с вами молодец, я у папы Grabowski Все мы молодцы, губопы! Все мы молодцы, губопы! Спасибо тебе, Господь, что мы такие молодцы! Спасибо тебе, Отец, что мы в руках твоей любви! И что мы не одинаковые! Спасибо тебе, наш Отец! Спасибо тебе, наш Небесный Отец, Что мы в руках твоей любви! Спасибо, Небесный Отец, За радость, за мир и благодать! За свободу, что даешь! За твое сердце, которым хорошо! Какое большое сердце у Отца! Так много места для детей! Не тесно, не тесно, не тесно, не тесно! Есть особенное место для тебя и меня! И есть особенное место для тебя и меня! Для тебя и меня! Для тебя и меня! Для тебя и меня! Есть места! И в сердце, что даешься! И в сердце Отца есть места! И в сердце, и в сердце! И в сердце, чтобы тебя и меня в сердце! Я не верю! Молоко вкушай, к груди припадай, припадай, ведь он Адонай. Адонай, 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 Честой хвалы, Адонай, Адонай, Адонай. А ты наш папа, папа, папочка, А все на дети, дети, дедочки, А Бог наш папа, папочка. Адонай, 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 Ням-ням так вкусно, Адонай, Ням-ням так сладко, Адонай, Попробую тебя на вкус Адонай Такой вкусный Адонай Ешьте меня Адонай Выпьете меня Адонай 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 Такой вкусный Адонай Адонай Без красителей Без заменителей Без бредных ешек Чистый святой Адонай Какой незаменимый Сто процентный Адонай Сто процентный Адонай Адонай Ням-ням В груди припадай Адонай Скорей В груди припадай Адонай 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 Скорей Скорей В груди припадай Адонай 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 Горь Сто процентный Адонай В груди припадай Сто процентный Адонай В груди припадай Адонай Иешуа Адонай 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 Имя твоё, мёд, Мустав моист, Иешуа — Анатолай, Имя твоё, мёд, Мустав моист, Иешуа, Иешуа, Иешуа Я люблю тебя очень, днём и ночью, Адонай, Адонай. Я люблю тебя очень, очень, днём и ночью, Адонай, Адонай. Я хочу вам рассказать откровение, откровение о груди. Откровение о груди. Много круты. Хватит на всех. Хватит на всех. Мне очень, днём и ночью, Адонай. У кого-то есть что-нибудь просто поделиться, может быть, если вы что-то получали, но особенное во время поклонения, вы хотите, вы чувствуете, что это надо высвободить, именно во время поклонения сейчас. Надо высвободить, Жень. Я двигаюсь так, как я хочу в моем народе. В силе и власти Царства, в творчестве, в бизнесе, в песне. Я соберу свой урожай, и меня никто и ничто не остановит, потому что я Господь, потому что мне все принадлежит. Я распространю свое царство свободы в каждом сердце, которое откликнется на мой зов. А мы сейчас его прославили. И еще такая картинка была, много раз просто ее разные люди, я удивлялся, что разные люди это пели, но только под разным углом, скажем так. Я видел Божье сердце, оно такое огромное, необъятное, свободное, нежное, трепещущее, мощное. И внутри свое сердце видел, или вообще человеческое сердце видел. И вот когда есть вот этот вот, ну, в этот попаливание, называется, ну, в один ритм, в один стук вот так вот, согласен, когда есть сердце. Когда мы соглашаемся со стуком его сердца, когда мы с своим сердцем соглашаемся, ну, войти в этот вот диссонанс. Да, 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 да. Вот я чувствую, что она какая-то музыкальная сонская. Вот, так что она, мунисон, с его сердцем встречает своим сердцем. Когда небо будет. Я хочу продолжить, потому что я слышала почти то же самое. Бог говорит, что если бы ты был послушан, то твой мир был бы как река. И послушание, оно многое упрощает. Когда ты послушан, Бог может даже во сне тебя использовать. Просто ты даже не будешь напрягаться. И Богу нужно просто твое послушание. Просто, чтобы ты жил вместе с Ним. Просто всегда жил вместе с Ним. И тогда тебе не надо будет, я думаю, что даже не надо будет воевать. Потому что Бог сам в нужный момент возьмет и использует тебя. Тебе надо будет сказать одно слово, и все будет совершено. Сейчас когда-то поглонялись. Ну, это, конечно, у всех, но особенно я увидел тех, кто здесь стоит. И Господь показал, какие вы красивые все. У каждого, знаете, наряд. У Саши такой царский был. Царская одежда такая была на свете. Очень красивое полоте было такое царское. На всех. Мы красивые, папа. Вообще, знаете, так радостно вообще, что... Что все мы здесь сегодня собрались. Мы имеем привилегию. Это место благодати. Благодаря тебя, отец. Спасибо, спасибо тебе. Очень сильно, конечно, переживалось то, что мы все были едины в духе, едины в желании сердца, мысли. Они на самом деле сегодня очень сильно отец показал это единство. И небеса свои здесь, здесь, потому что он этого хочет. И эти небеса через нас, через нас. Отец, он так все устроил, что он хочет, чтобы небеса его, которые принадлежат по праву нам, выходили через нас. Выходили через нас, через каждого из нас. И очень сильно чувствовалось, что необычно. Мы переживаем, мы знаем. Но сегодня было очень, очень, на самом деле, такой, ну как, важный момент. Такой, знаете, исторический. И то, что он предопределил, он, он этот день, он, он, он приготовил, он уже знал, и он знал, что мы будем здесь, каждый из нас. Он, он, он захотел этот день, он захотел его именно так. Он захотел каждого из нас именно так. Чтобы небеса его выходили через нас именно так. Именно таким образом, через каждого, через каждого. Просто, ну, доверие, доверие ему. Но он отец, мы его дети, доверие им. Каждый, как он, как он умеет, как он может, как он понимает. Кто-то может больше, кто-то меньше. Не важно, не важно, не важно. Потому что потом будет больше, на самом деле. Потому что потом будут небеса проявляться через каждого из нас больше. Это время, ребята, это время, наше время, это время. Время пришло, это время. Я на прошлом поклонении видела интересную вещь. Ну, сначала я услышала о том, что Агнес, он воцарился на престоле. И потом я видела, как престол, и он как бы далеко. И тут я слышу голос о том, что я близко. И я увидела, как Иисус, он протягивает руку невесте и приглашает ее сесть рядом на престоле. И дальше я лежала на полу, и я спросила Бога, ну, хорошо, вот здесь поклонение, здесь, ну, все классно, а мы ходатайся на пророчество. Ну, а какое влияние вообще, ну, что происходит? Ну, вот, каким образом это влияет на землю? И Бог тогда сказал, ты себе даже представить не можешь, что происходит, когда избранные, когда Божьи поклонники, избранные Божьи, они не молчат. И я почувствовала, как Бог исцеляет через эту землю, через то, что происходит здесь. Причем это касается не только земли, да, это вот каждый человек, который находится на земле. Прошлое служение было, да, я здесь молилась. И когда я пришла домой, буквально после молитвы, у меня ночью был сон. Просто сразу, буквально даже часа через три я заснула, и у меня был сон такой, что снова я была с микрофоном. Я увидела, что с микрофоном, и похоже, что как там та молитва, которая здесь была, только она была на иными языками. Но я увидела себя во сне с микрофоном, и я поняла, что это не я уже молилась, а через меня говорил Господь. И я быстренько записала. И это самое было сказано. То, что сегодня, когда я зашла в дверь, то через Женю было, через Женю в песне было «Слушай, земля, слушай, земля». И я подхожу к Вике и говорю, Вика, точно так же с самой ночью было такое обращение, именно через вот этот сон. Да, то у меня, то у меня именно было так, было именно через меня Господь говорил «Земля, слушай, земля, слушай, земля, говорит небеса». И я быстро писала, там еще были такие вещи. Он говорил, что «Да будут ваши ума трезвы на те вещи, которые я вам показываю». Это дважды было сказать. «Да будут ваши ума трезвы на те вещи, которые я вам показываю. Возрастайте во мне и размышляйтесь над словом». Вот это я записала, и я поняла, что по всей вероятности это и была та молитва, которая была здесь, иными языками. Она через два часа истолковалась. Ночью пришло, и я прямо именно видела этот микрофон, видела, как вот точно так вот было через два часа. Может быть, просто этот сон касался лично меня, я часто вижу сны о базе, и почему-то действия зачастую происходят между торцом этого дома и посадом следующего, ну как бы вот в этом промежутке. Чего только не видела, Господи. Да, ну всяко было, там еще одна жизнь просто происходила. Ну я просто видела параллельно, что, ну почему-то в духе так происходит. Об этом сегодня вот то, что я увидела. Наконец-то я была прилично одета во сне, я видела себя со стороны. Я все время, ну часто бывала без обуви, как будто что-то тут такое. А тут себя со стороны увидела, я прилично одеждаю. Я в белых туфлях на каблуках. Я, у меня красиво, ну нормально, скромно все, очень скромно, элегантно. И я вижу, смотрю на себя со стороны и разговариваю где-то там на балконе на каком-то железном. Как-то вот немножко, да. Разговариваю, ну вот с кем-то там, человек пять стоит. И я такая счастливая, с кем-то встречаюсь взглядом. И я вижу улыбку человека, и что этот, ну я так понимаю, что этот как бы человек, это как прообраз Бога. И он улыбается, смотрит, глядя на меня. И мне как-то в сердце так хорошо. Я поговорила, и я выхожу. Сон цветной, такой яркий. Я выхожу, ну, с нам под воротом подхожу. И вот во всем этом красите почему-то меня вдруг вставила лечь вот так вот перед воротами на землю. Причем в самую неудобную какую-то позу, вот так как-то выгнуться. И именно вот за землю почему-то молиться. И почему, и я возлагала руки, и мне плевать было. Ну, я даже у меня как бы да и в голову, вот, увидят, что подумают. Мама дорогая. Но я почему-то начала молиться за землю вот около ворота там. И я помню вот этот тополь какой-то там, видимо, растет. И он как-то шумел, какие-то осень, какие-то листья такие. Ну, почему-то на тополе были листья от плантана, не помню. Что-то как-то так шумели. Ну, это сон, я не знаю, что это значит. Но вот это вот состояние, когда я помолилась, был такой период, я встала. И смотрю, как лима идет, там начали события происходить. Но тем не менее, вот это вот, когда Наташа сказала про землю, и я думаю, ну ладно, придется рассказать. Не знаю, что происходит в духе, что мы там ходатайством. Это при том, при всем, что... Ну, у меня как бы по состоянию было, я в посте была. Я вчера чуть не умерла, просто реально. Я не знаю, что пришло в посте. Что со мной происходило, я просто думала, не выживу. То есть такое давление пришло. Меня и морозило, меня и тошнило, и болела страшная голова. И такой, как подарок, такой вот этот сон, знаешь, оказывается, после вот этого давняка, что произошло со мной, я стояла, наконец-то говорю, в туфлях, как бы прилично одета. В общем, была счастлива, судя по выгляду. Я тоже хочу сказать мне на прошлой неделе, это было или в пятницу, или в субботу, потому что в воскресенье мы уже были у Оли Дудкина, и я сон рассказывала ей. Поэтому у меня есть свидетели, чтобы вы не сомневались, что я там его потом придумала, после событий. Я не помню сон, но была очень яркая картинка, когда у меня перед глазами стали мелькать коммунистические символы. Оно, как вспышки, очень быстро менялось, и все-все вот эти картинки, что принадлежат коммунизму, этому строю, и это наводило такой ужас, когда ты не можешь выговорить слово, когда вот во сне снится какой-то ужас, и ты хочешь крикнуть, и ты не можешь, оцепенение, и ты не можешь не двинуться, ничего. И я просто расцепляла эти зубы и говорю, пошел вон во имя Иисуса. И как только я это сказала, он все исчезло, просто все исчезло. Все, и я дальше спокойно спала. А вот уже в четверг приняли на Украине закон о том, что запрещена коммунистическая... Я понимаю, что Бог просто взял во сне меня и использовал. Я знаю, что это слово сказала я. И я это говорила, будучи здесь, на этой земле. Эта земля — Украина. Так что все уже началось. Ну, как бы о земле, да, тоже очень сильное. Ну, как бы вот то, что вообще происходило, и Бог, ну, я чувствовала, ну, то, что со мной было в проявлениях, ну, такого никогда со мной еще не было. Но я знаю, что это очень сильное, ну, как высвобождение, и ходатайство за землю очень сильно. Ну, и кто-то начинал молиться, ну, там, Вика говорила, ну, то есть как бы начинала вот, ну, о земле. И на самом деле, ну, как вот вообще очень сильно чувствуется это понимание, что, ну, небеса, ну, они, они на самом деле, ну, они очень близко. Но перед тем, как Бог меня, ну, как бы, как бы я не должна была быть здесь, это я так думала, и, может, кто-то еще так думал. Но Бог, Он приготовил это время, и Он избрал это время, ну, для всех, да, и Он, как бы, и меня сюда, ну, в общем, чтобы я ничего не пропустила. Ну, как бы, извините, но я тоже важный человек. И для этого места тоже, вот, ну, потому что молитва, дом молитвы, это сердце Отца, это ритм сердца Отца. Ну, именно дом молитвы, все из, из, из молитвы, из отношений, из ритма, вся жизнь, она и выходит, все, все выходит. И Бог говорил о времени, ну, что это время, это время. И Бог физически высвободил часы, ну, Диме. Ну, не знаю, почему я, как бы, приехала, да, но я знаю, что там тоже сейчас, ну, просят, ну, потому что там тоже дом молитвы. В Буэрке тоже там, ну, и в Киеве, как бы, и вот, ну, в общем, дом, то есть часть осталась там, часть здесь, ну, Бог, Он суверен, Он что хочет, то и творит, вот, и мы согласны с этим. И Он физически, ну, как бы, высвободил часы, ну, это и для нас тоже очень сильно было, но я сейчас понимаю, что, потому что Он вот говорит, это время, это время, ребята, это время, это мое время, которое я предназначил и предопределил, и оно уже, ну, то есть, это мы не подходим к Нему, мы уже в Нем, и это время, когда мы на самом деле будем являть небеса, мы уже являем, но мы будем еще больше являть эти небеса на землю, это сверхъестественное. Мы молились, и мы ждали, и мы верили, ну, где же, где же, время, вот оно вот, вот время, оно пришло, и уже с этого момента еще больше мы будем видеть, и Он будет делать то, что Он хочет с нами. Он будет во снах высвобождать, Он будет сверхъестественно двигаться, и, ну, в общем, ну, это время, оно настало. Просто, ну, как бы, тоже было во время, ну, какое-то прям желание все время говорить, что вот вчера тоже Бог мне как, ну, я принимаю, мы принимаем, ну, как вот сказать, сказать о том, что мы согласны, мы согласны, ну, как бы, и вот сейчас, ну, как и сегодня, что да, ну, мы, ну, как согласие, ну, согласие, пусть слышат небеса, пусть слышат ад, пусть слышат все вокруг, пусть вся вселенная слышит, что мы согласны с небом, с биением сердца небес, мы с ним согласны, и мы не отдадим это никому. Это наша добыча, это наше наследие, это принадлежит нам настолько, ну, что, в общем, ну, в общем, меня, как бы, я не знаю, меня не остановить, серьезно, я просто ложусь спать, говорю, папа, где эта кнопочка, я не могу выключиться. Ну, как бы, я не хочу выключаться, но сам вот этот вот поток, потому что время, и он меня вот, как бы, знаете, как происходит, он сам ведет нас в нужное время, мы стоим на нужной земле, ну, как бы, вот, передвигаемся, и просто из нас выходит все то, что нужно выйти и произойти вот в этом месте, в этом времени, потому что это он так хочет. И, ну, как бы, и, ну, вот, я только попала, и я понимаю, что, ну, как бы, все. Оно выходит, потому что он это хочет, потому что это правильное время, это потом, ну, его время, не мое время, ну, потому что я вообще не планировала. Для меня это очень сильное свидетельство переживания, и он, он, не потому что я, потому что это он такой, а я в нем, а он во мне, ребята. Мы в нем, он в нас. Это, ну, неизбежно. Я немножко хотела поделиться, я не знаю, не хочу выходить уже так вот, чтобы оно так хорошо течет. Я просто хочу поделиться. Я думаю, что это важно. Сейчас Дух Святой очень хочет ободрять, потому что Духом Божьим мы введены в очень узкое место вообще. Остаток Божий, он введен в очень узкое место. И Дух Божий, он ободряет сейчас, укрепляет сейчас, чтобы мы не дрогнули, чтобы мы устояли. И кто может мне, вот там вот мой, там Библия в рюкзачке отдать им. Я просто хотела, ну, поделиться тем, что Дух Божий, он начал открывать на молитве, и я потом больше еще, ну, как переваривала это, и еще мне там пророческое слово упало, и это все как складывалось вместе. И я чувствую, ну, то, что это тоже нужно как, ну, высвободить. Я хочу тут немножко прочитать из Деяния. Вы все знаете эту историю, но просто я хочу прочесть ее, ну, как иллюстрацию определенных вещей. Однажды, когда они шли к мосту, а к месту молитвы, извините, к мосту не бежит, по дороге им повстречалась некая рабыня, одержимая Духом Змеем. Но я тут опущу кое-что. В общем, все понимают, она к ней приставала-приставала, Павлу это все надоело, и он, короче, сказал, заткнись. Нет, он сказал, во имя Иисуса Христа, я повелеваю тебе выйти из нее. В тот же момент Дух ее покинул. Когда ее хозяева поняли, что у них пропал источник дохода, они схватили Павла и Силу и поволокли их на площадь городским властям. Потом они их обвинили, сказали, что эти люди-юдеи, они служат причиной беспорядка в нашем городе. Оно и понятно. Они вводят обычаи, которые нам, римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять. Вот это вот то, что там было. Толпа радостно присоединилась к этому, к обвинениям против Павла и Силы. И начальники велели раздеть их и бить палками. Вот. Печальная такая вот ситуация была. Их сильно избили и бросили в темницу. А тюремщику приказали бдительно их охранять. Прошу заметить, темница была несовременная. То есть достаточно безудобств, скажем так. Там были удобства, чтобы узники не сбегались с места. Кандалы там их заковали. Вот так вот, начальник, он был очень ответственный человек. Ему сказали, что бдительно охранять. Вот так вот он, чтобы... Но получив такой приказ, тюремщик закрыл их во внутреннюю камеру и забил их ноги в колоду. Ну, чтоб наверняка. Около полуночи, мы все помним это место, Павел и Сила молились и пели гимны Богу. А другие заключенные слушали их. Концерт такой ночной был, 12 часов. Ну, а что там, нечем заняться. Все остальные радостно слушали. Скучно целый день сидеть в тюрьме. А тут певцы какие-то посреди ночи поют. Короче, внезапно, как бы внезапно, как бы вдруг, как бы случайно, произошло такое сильное землетрясение, что поколебались основания темницы. Все двери раскрылись, и у всех заключенных в цепи упали с ног. Когда тюремщик проснулся и увидел, что все двери темницы раскрыты, он схватил меч и хотел покончить с собой. Очень ответственный человек был, понимаете? Мы уж сказали охранять, чтобы не дай Бог, а он взял и не улетел. Землетрясение случилось. Вот. Хотел даже быть какой-то ответственным, хотел покончить с собой. Вот. Что-то произошло еще. Думая, что все заключенные убежали. Но заключенные тоже были ответственны. Вот. Но Павел успел крикнуть. Павел такой тоже, он же такой любящий человек, он, думаю, сейчас убьется еще. Он говорит, успел крикнуть, не убивай себя. Мы все здесь. Мне это напоминает эти тюрьмы сейчас, где война идет. Они все там, не уходят, помогают местному населению, кормят. Мы все здесь, короче говоря. Так. Тюремщик потребовал, а, потребовал света, бежал внутрь, и дрожа упал перед Павлом и силой. И он вывел их наружу и спросил, господа мои, что мне сделать, чтобы быть спасенным? Веру Господа Иисуса, ответили они. Тогда ты будешь спасен, и твои домашние. И они возвещали слово Господа ему и его домашние. Ну, короче, все хорошо, все спаслись. Наступил день, и городские начальники послали своих служителей в темницу и приказали освободить этих людей. Странный разворот вообще. Как бы случайно опять. Тюремщик сказал Павлу, начальники приказали освободить вас, вы можете идти с миром. Но тут Павел сказал, хорошенькое дело. Значит, арестовали они нас вот так вот без суда и следствия, посадили в тюрьму, мы римские граждане, нарушили все законы. Не, мы так не, мы не уйдем так. Пусть придут и попросят у нас прощения. Очень скромно. И что вы себе думаете? Они таки пришли, извинились перед ними. В общем, короче, я к чему это веду. Какой разворот происходит? Я просто хочу вам сказать, что вот эта история, она, да, это реальная история из Библии, но также это очень пророческая, символическая история того, что происходит сегодня. Я хочу сказать, что Дух Божий, он закладывает вот этот божественный динамит в основание темницы. Он закладывает вот эти свои пакеты взрывоопасных, эти часовые бомбы. У Геши есть песня. «Времени нет, время это мы, мы часовые бомбы в стенах тюрьмы». Так вот, вот это как раз об этом. То есть, Бог закладывает тебя и меня в основание темницы. О чем это? О том, что ты не просто так введен в очень тесные обстоятельства в твоей личной жизни, в твоем служении, в твоих, ну, как бы, вот все. Почему так сделано? Потому что ты находишься прямо в этой твердыне. Ты прямо внутри твердыни находишься. Почему Бог это делает? Потому что Он залог такой поместил в нас, что Он знает, что когда ты будешь в этой темнице, когда ты будешь прямо в эпицентре этого давления, оно не сможет тебя сдавить. А вот ты взорвешь его. Потому что ты будешь прославлять Бога от сердца, поклоняться Ему и провозглашать, кто Он есть. И никакая твердыня, и никакая темница не сможет устоять. Потому что все это ложь, даже несмотря на то, что это так сильно чувствуется. На самом деле, все, что не соответствует Божьему Слову, все, что не соответствует Богу, кто есть Бог, и все, что претендует на то, чтобы быть твоим хозяином, оно обречено. Господь мне дал еще другой символ, другой образ. Когда кто-то ловит рыбу, он бросает наживку в воду, и рыба, видя наживку, и хватая ее, она думает, что она имеет власть над наживкой. Рыба ловит наживку и думает, что у нее власть над наживкой. Но на самом деле это наживка, и на нее ловят рыбу. То же самое происходит с нами. Не думайте, что Бог несправедлив. Не думайте, что Бог что-то попутал. И почему со мной все это происходит. И что, сколько я могу это терпеть? Бог, я уже не могу терпеть. Не могу уже терпеть. Уже больше я не могу терпеть. Бог такой, не можешь терпеть уже, да? Такой еще день прошел, еще два прошло, неделя прошла, месяц. Бог, ну я же уже не могу терпеть. Ну конечно. Ты то же самое и говорил год назад. Так что не думай, что ты случайно в этих обстоятельствах. Никак не случайно. Ты наживка. Ты часовая бомба. Ты динамит, заложенный в фундамент этой твердыни. Тюрьма развалится, система рухнет. Ты находишься просто в правильном месте. И ты правильным образом подсоединен к Господу. Детонатор уже подожжен. Товарищи дорогие, мы уже чувствуем, что уже огонь уже бежит по шнуру. Уже огонь бежит по шнуру. Мы знаем, что вот-вот рванет. Поэтому как это происходит? Этот пример Павел и Сила, очень ясный, конкретный пример. Они были закованы в темнице. Они были вообще закованы. Буквально физически. Ты хотя бы физически еще не так порой чувствуешь. Но на самом деле они были прямо в этом месте. И они начали славить Господа. Знаете, мы много раз слышали проповеди о том, что вот как Павел и Сила, давайте будем славить Господа. Так вот, ребята, пришло это время. Вот сейчас как раз давайте будем славить Господа. Именно сейчас сработает этот детонатор. Именно сейчас. И ты для этого рожден. Ты для этого помещен в определенное место. Для того, чтобы встать и провозгласить прямо в лицо твердыни. И сказать, мой Господь царствует. Мой Господь благой Бог. Мой Господь добрый Отец. И Он не забыл обо мне. Он знает меня, я знаю Его. Я принадлежу возлюбленному моему и возлюбленный мой мне. Нет ничего, что может отделить меня от любви Божьей во Христе Иисусе. Это голос власти. Голос власти из самой тесноты. Это то оружие, которое Господь сегодня применяет против тьмы. Он поместил свой остаток специально в такие места и в такие обстоятельства и вызывает через него хвалу. Он вызывает хвалу через остаток. Он вызывает сегодня хвалу через тебя и через меня. Потому что именно поэтому рухнет твердыня. Именно поэтому упадут стены Ерихона. Потому что ты продолжаешь славить, находясь в самом отчаянном месте, в самых отчаянных обстоятельствах. Мы благословляем всех, кто в интернете, в онлайне тоже смотрит. Мы говорим, мы просто делайте это, продолжайте славить Бога. Он достоин хвалы, достоин чести. Все очень близко, все очень рядом, все так рядом, уже так рядом, уже так рядом. Я благословляю вас. С вами все в порядке. Вот что я хочу сказать. С вами все в порядке.